Итоги уходящего года подвёл губернатор Игорь Руденя на традиционной пресс-конференции. Развитие общественного транспорта и медицины, строительство западного моста в Твери и качество воды в Оржеве. Ответы на эти и многие другие вопросы дал глава региона в ходе более чем двухчасового общения. Подробности у Романа Быкова. На пресс-конференции поднимались вопросы, актуальные для жителей района Верхневолжья. Одной из тем стало развитие здравоохранения. Речь шла о повышении качества оказания высокотехнологичной помощи, привлечении медиков на село. Не могли журналисты не задать вопрос, почему будущую детскую областную больницу будет строить госкорпорация Ростех. Я думаю, что наша детская областная больница будет, наверное, одним из самых топовых объектов. Время уже покажет, поэтому мы обратились к президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Взяли самую топовую компанию, которая строила перинатальные центры в России. Журналистов из Твери и Калининского района интересовали подробности перехода агломерации на новую схему транспортного снабжения. Причем речь даже не о количестве подвижного состава и интервале движения, а об экологии. Насколько безопасны автобусы, которые поступят в регион. Это новые машины, которые будут соответствовать самым жестким стандартам, отметил губернатор. Следующим этапом, по его словам, станет приобретение электробусов. Кроме того, никто не забывает и про трамваи. Совместно находимся в проекте с Внешэкономбанком, с Минтрансом России, с Минфином России. Это проект, который был иницирован правительством Российской Федерации по привлечению денег фонда национального благосостояния развития транспортной инфраструктуры городов-миллионников. Тверь в качестве исключения взяли на первом пилотном проект для восстановления трамвая. Нелидовцев беспокоит проект создания мусорного полигона, на который, по слухам, будут свозить ТКО даже из Москвы. Туда будут доставляться отходы только из вашего района, ответил губернатор Добаев. Что в Тверской области скоро заработает новая схема утилизации отходов. Пилотная площадка, где они будут сортироваться, открыта в Калининском районе. Те отходы, которые подлежат вторичной переработке, пластик, стекло, картон, будут изыматься из этого мусора и передаваться на переработку. В том числе и для повторного применения, в том числе и на наших тверских предприятиях. Поэтому мусор чужой никто не планирует вести. Приоритет в экономике Тверской области – развитие малого и среднего бизнеса, заметил губернатор, отвечая на вопрос, какие меры поддержки получают предприниматели. В числе основных задач – обеспечение льготного доступа к кредитным ресурсам, учитывая то, что коммерческие банки ужесточают условия выдачи займов. Сегодня у нас объем финансирования превысил, если не ошибаюсь, 160 миллионов выданных кредитов для малого и среднего бизнеса в текущем году. И по гарантиям мы перешли рубеж 400 миллионов в выдаче гарантии за наш бизнес. Как именно будет проходить реновация Морозовского городка? На каких условиях состоится расселение жильцов? Допытывались тверские журналисты, напомнив губернатору о совместном проекте с еще одной госкорпорацией – ВЭП. В этих прекрасных зданиях действительно появится современный бизнес-центр, ответил Игорь Руденя. При этом нынешние обитатели казарм получат новые квартиры. От города попросили земельные участки. Если у города их нет, то придется искать самим, если не найдем. И инвестор, кто будет строить новое жилье для того, чтобы люди могли переехать в новые квартиры. При этом руководствуем все тем, что условия должны быть не менее по метражу, чем люди занимали на предыдущем месте жительства. Среди других значимых тем – усиление поддержки ветеранов, многодетных семей, студентов, реализация инвестиционных проектов в экономике, в том числе в сельском хозяйстве, строительство Западного моста в Твери и Ржевского мемориала советскому солдату. Два часа пролетели очень быстро. Делились журналисты впечатлениями по окончании пресс-конференции. Прошло все живо. Это раз. Второе – огромное количество фактур. В общем, такой интересный. Интересные факты, цифры, планы. Причем действительно вопрос, который интересен людям, который очень близки, понятный, которые связаны с ежедневной жизнью каждого жителя региона. На пресс-конференции, когда задаешь вопросы губернатору, он старается вникнуть в суть наши проблемы, потому что мы же как проводники муниципалитетов здесь. И рады, что очень многие вопросы решаются потом, после этих пресс-конференций. Чтобы конструктивно и эффективно совместно решать вот эти проблемы. Мне показалось, что губернатор нас услышал, он тут же увидел прямо на пресс-конференции, дал соответствующее поручение своим представителям областного правительства, которые ответственны за налаживание вот этого диалога, за отладку. И вот мы уже в обозримом будущем ждем результаты. Я бы отметил все-таки то, что каждую пресс-конференцию Игорь Михайлович постоянно напоминает нам о том, что мы все-таки должны нести в массы позитивное и в том числе продвигать регион положительными новостями на федеральном уровне.